Всем привет! Сегодня хочу поговорить о том, насколько важно сейчас, как мне кажется, очень внимательно и очень дотошно прислушиваться к тому, какие энергии в своей жизни вы ощущаете. Что я имею в виду? Например, у вас есть какая-то трудная ситуация, проблема, либо на вас, предположим, просто общая обстановка сейчас на планете давит. Нужно очень внимательно начать сортировать, что вы ощущаете, что вы чувствуете, что вы наблюдаете. И начать с самого первого. Прямо сейчас, какое у меня эмоциональное состояние, что я чувствую, ну то есть, что я переживаю, и потом внимательно посмотреть, а это вообще энергия, она похожа на меня? Это моё? Окей, может быть, часть моя, часть чего-то чужого? Окей, а откуда она пришла, эта энергия? Как мне кажется? И тут идея, на самом деле, в том, чтобы разрешить себе находить ответы на эти вопросы. Потому что наши нервные системы, наши тонкие тела так устроены, что для нас это нормально. Для нас это нормально, это заложено в нашей структуре, что мы можем воспринимать тонкие энергии. Мы их обычно и воспринимаем, просто до сознания оно как бы не доходит, и мы не работаем сознательно с этим. И тут, конечно, можно говорить о каких-нибудь техниках того, как прислушаться к энергии. Но на самом деле мне хочется больше вас своим, своим рассказом, своим, может быть, опытом спровоцировать на то, чтобы вы вспомнили сами, как это делать. Чтобы вы позволили своей нервной системе, своей чувствительности заработать так, как она у вас работает. Потому что всё равно мы все по структуре немного разные. И тут важно именно научиться пользоваться собой. И тут мне хочется ещё сказать, что мне так кажется, может быть, я не права, но сейчас, вот сегодня, мне так кажется, что когда у нас есть какие-то очень большие трудности в жизни, с которыми мы никак не находим, как справиться, то нужно обязательно смотреть на энергию этого и понимать, что, скорее всего, там несколько слоёв энергии. Какие-то наши блоки, например, да, какие-то, например, чьи-то посторонние, ну, чьи-то не ваши эмоции там могут сидеть в этой проблеме. Что-то может быть связано с тем, как выстроена у вас ситуация относительно, как бы сказать, какие взаимоотношения выстроены у вас с элементами, да, вашей проблемы. Ну, например, не знаю, проблемы, сейчас пришло в голову, с жильём, да, какие вы отношения с жильём? Вот как это выглядит, ваша связь? Не как выглядит проблема, а как выглядит вот коннект, структура та, которая есть. И самое главное, мне кажется, быть настойчивыми, упрямыми и внимательными в том, чтобы постоянно, когда мы с этим сталкиваемся, с проблемами, задаваться себе вопросом, а какую энергию я здесь ощущаю, а что из этого моё, а что из этого не моё? А если это не моё, что я могу сделать, чтобы рассортировать моё, не моё, да, чтобы провести верно границу и удерживать эту границу по возможности, защищая себя от того, что не ваше, потому что, ну, не ваше переварить невозможно. И, мне кажется, чем более мы внимательны и искренни в этих поисках ответов на вопрос, откуда это, что это, что за энергетика прилетела, и вот мне хочется говорить упрямы, да, упрямы как настойчивость, как... не как эту поголовость, простите, а как способность не сдаваться и продолжать, продолжать присматриваться и делать это каждый день, да, когда вы сталкиваетесь с одной и той же проблемой, делать это каждый день и каждый раз, когда вы упираетесь в тупик, и быть открытыми к тому, что вы можете что-то совершенно новое понять из-за такого своего поиска. Вы можете вдруг почувствовать, что есть какая-то связь там между какими-то совершенно посторонними вещами и тем, что с вами происходит, например, или вы поймёте какой-то больший контекст вообще вашей жизни в том, что происходит. То есть будьте открыты к тому, что энергию, которую вы почувствуете, она может быть откуда угодно, как угодно, и вообще связана со всей Вселенной, с вами, с, не знаю, предки, происходит что на планете, ваша, не знаю, ваш жизненный путь. В общем, будьте открыты к тому, что ответ на вопрос, что это за энергию я чувствую, что это за энергия, которую я чувствую там в проблеме своей, что она может быть откуда угодно. И да, не в смысле, что на вас летят проблемы, могут со всех сторон прилететь, а в смысле, чтобы мы сохраняли открытость к тому, чтобы слышать, собственно, ответы, что это за энергия. Если у нас есть только такое одно понимание, что вообще это может быть, то мы мало чего поймаем, потому что мы связаны со всем мирозданием, и, соответственно, когда какие-то трудности, то это может быть из разных аспектов нашей жизни. Сейчас я думаю, хочу ли я что-нибудь добавить по этому теме. Наверное, ещё раз просто сакцентирую, что после того, как вы послушали, да, вот почувствовали что-то, задали себе вопросы, а это откуда, а что это, потом, да, как вы это обозначили, подождите чуть-чуть, и снова спросите, а что я теперь чувствую? И как бы важно слой за слоем смотреть и снимать эти пласты, чтобы действительно понимать объёмную картинку, и, ну, понимать не головой, а понимать вот именно, чтобы вы могли действовать в этом, корректировать то, что вы чувствуете, или там убирать то, что вы чувствуете, или, да, получить какую-то подсказку, идти и применять на практике то, что вам интуиция сказала. То есть очень важно слой за слоем, не только один раз послушали, а внимательно, вот сколько там слоёв сидит, вот надо стараться с ними, со всеми потихоньку соприкасаться, но это возможно, начав с чего-то одного. Что я чувствую прямо сейчас? Что, откуда это, что это за энергия, что она мне напоминает, на что она похожа, и так далее. И как только, ну, мы называем, обычно энергия становится послабее, и мы можем слышать, что там ещё есть другое. И под завершение сегодняшней записи скажу, доверяйте себе, что ваша тонкая энергия способна воспринимать... Тот-гэнергетик, я имею в виду, что не только нервная система, но и то, как устроены энергетические тела вообще у людей, включая ваше, способна воспринимать и различать, и находить ответы, если вы так настраиваете своё сознание, начинаете так своим вниманием управлять, направляя его на эти вопросы. И доверяйте тем ответам, которые приходят, потому что это, ну, единственный способ развивать это, это пробовать спрашивать, пробовать спрашивать, слушать ответы свои собственные, и пробовать принимать, что вы вообще-то можете, да, ну, ориентироваться в пространстве и в энергиях, потому что, мне кажется, сейчас на планете Земля это для очень многих очень необходимый навык, и это то, что позволяет существовать какой-то более-менее энергии, на мой взгляд, неплохой, собственно, и когда происходит вот такое вот внимательное рассматривание, что я чувствую, а чего, а куда, а как, и делать выводы из этого. Спасибо, что послушали. Продолжение следует... Продолжение следует...